друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play мы продолжаем проходить с доск фолин так что ли да называется эта игрушка мне понравилась кстати игра не знаю почему ее так это типа того это мы пропустили мимо глаз она в целом в целом весьма весьма неплохо сейчас одну секунду так продолжаем ну так вот я о чем то есть какие-то топовые блогеры я не зацепили она стала незаметная игра доступна по подписке xbox game pass бесплатно она продкает невероятно большая на весь 60 гигов потом я до устанавливал еще и не соврать по моему в районе 17 гигов или что-то того для этих каких-то невероятных текстур сейчас я зашел в нее еще шесть с половиной гигов докачался короче хуй поймешь поехали у нас по идее 2 глава мотель сон в пустыне аризона да он не убьет его не там про закончились патроны я сегодня в первый раз убил человека и очень не хочу это повторять но ты сейчас реально нарываешься дейл бери сумку валим отсюда я думаю заложники хожу а то рот закрой с ними нельзя вступать в конфронтацию я понимаю почему ты это сделал но не надо так а я испугался это было глупо я должен вас защитить вообще-то защищать мало ли куда бы они тебя увезли я должен защищать тебя и зои должен понимаешь храбрым быть хорошо мертвым быть плохо понятно этого не поспоришь тебя поранили и не все но мы не бойся все хорошо через два дня мы будем сент-луисе и забудем обо всем что тут вряд ли ребят поздно мы не успели вот раньше не могли при он нас вытащит я бы на него особо не рассчитывал а кто данте этот кого грабанули а ну да если он этот продажный полицейский говорит шериф ромеро округ турок вы и так это знаете сучьи дети хорошая новость в резоне ограбления преступления третьего класса можно отделаться предупреждением плохая новость мы додумались ограбить мой дом когда там была моя жена джей следи за задним ходом говорить мы не будем на задний двор оттащи и рацию разбей да уж блять вылипливы парнишки а задний двор ту в другую сторону дверь данты нас вытащит он конечно по жизни уперты как барана дело свое знает ну посмотрим будут переговоров что он за человек вот так он ведь нам поможет для не то спрашивает самого мелкого округа аризоны настроит из себя короля всего юго-запада и умеет быть редким ублюдком надеюсь сейчас это нам на руку знает ли он что мой сын сегодня здесь не ночует твой сын да моя гордость яж отсюда нас быстро достанут тут курс как собирались берем одного заложника и валим черный ход заперт там они не пройдут одного заложника слушай может просто выйдем уже к ним и все лучше молчи ромера долго ждать не станет а здешние копы ни на что не годятся так что нам лучше пока пересидеть алё-малё иди поговори по телефону нибудь ответит где-то ты чё под это сейчас допросишься сама в угол сядешь а ну не смей так говорить с моей внучкой ей всего 6 лет нашел с кем связаться хватит кто раскроет рот того посажу в кабинет он неплохо есть еще один телефон если потихоньку свяжетесь данте пошутить знаете что училка ответит на стоять это ограбление стоять это глагол уловили а ты придурок ты уловил ну вот ему смешно а ты просто шуток не понимаешь но все хватит в кабинет нет не надо он будет молчать мишель все хорошо нет нехорошо ничего тут не хорошо знаете вас обоих надо запереть чтоб подумали джей не подпускай никого к телефону ребенок вы связать обязательно итог сидите тихо не заставляйте меня сюда возвращаться тут еще один телефон если шериф опять позвонит а ты нахуя вмешалась молодец слишком туго что делать будем может их перетерять чем а как вы их достанете или просто ножницами сможешь сбить подставку для ручек а вот и я я готов громко сейчас упадет надо заглушить звук я пока шлю на счет 3 да я просто нос почесал самый неподходящий момент я в мотеле сон в пустыне можно мне поговорить с шерифом лично это шериф Ромеро с кем я говорю я Винсент Уокер меня мою семью держат в заложниках ладно Винс не спеши так я тебе помогу но сначала успокойся и выдохни хорошо хорошо долго смогу мой отец болен зои страшная персонал ничего не угрожает их фамилия холд сюда ворвались трое молодые парни хозяйка сказала это вроде братья холд ну это многое объясняет да и что же долго рассказывать а сегодня это все кончится точно Tyler главный чокнутый один мой отец болен зои страшно персонал ничего не угрожает один совсем пацан так младшего зовут джей он пацан совсем ему самому это все явно не нравится они дверь заперли мой отец болен зои страшно дэйл чокнутый шойс и пол оба в порядке южи вроде к другу в гости ушел больше не могу говорить смотрю смотрю ну кого кого-то завалит с моим этим еще раз попробуешь с кем-то из них договориться того поставлю окна и застрелю убери своих от мотеля на 30 метров и больше не звони понял сейчас будет топить удар что ты им сказал ничего ничего не успел врешь сука это правда он ничего не успел сказать чтоб вы знали эти копы целиком и полностью подчиняются данте а данте в гробу видал и нас и вас а ты нет да уж тупо было вас тут от них оставлять пусть и больно зря вы приехали в турок а ты же дверь выбил как как свет выключили кто полицейские 2 глава началась спустя 11 минут что тут у нас 12 лет проработали борт механиком многого достигли и тут внезапно двое в больнице один в морге двигатель по всему ангару разлетелся и все потому что вы не закрутили гайку на ds-10 нет я не причем в компрессоре был бракованный диск авиакомпания хотела сэкономить я предупреждал но доказательств у вас нет советую все таки взять деньги и подписать сумма немалая это запрет на разглашение если я это подпишу меня же к самолетам больше не подпустят а компенсации не хватит даже жилье на год оплатить я просто хочу работать дальше не получит уважение напомню что в любую авиакомпанию вам в любом случае путь заказа не надо эти глупости берите ручку хуй тебе перевернуть стол вместе с ручкой прямо взад вот и смотри остался еще пор что такое за переживу меня мы из него сделаем мужика ты же бля сиди спешат два дня до событий я зои с бассейна забрала скоро приедем у тебя нормально все просто странный сон приснился как будто я у адвоката сижу в смысле ну я тут сплю и вижу как мы как мы в миссури заживем просто собери вещи и уберись чтобы хозяин не придрался понимаю из-за переезда мы все на нервах это важный шаг но я чувствую что все сложится хорошо всеми будем дома привезу китайской еды а сейчас сколько часы показали жду 7 надо же было уснуть так сейчас убираться семей все собрать и привести в порядок чтобы арендодатель не придрался с чего начнем с кондиционер представим что это холодильная установка чё надо делать да нет тут явно инопланетные технологии а вон как она работает блаженство райская прохлада исправный терморегулятор от венса уокера а сразу не мог этого сделать так а чё еще есть выйти наружу нет сделать десерт узнать погоду вложить фотография упаковать коробки так фотография ну попросили убрать съебать ты чё сложить ты же их видел и в любом случае жизнь по коробкам рассовываю вот и в любом случае ты на них посмотришь все красавчик дальше до сих пор не могу никак привыкнуть упаковать коробки к этому к этому стилю визуализации мне кажется что они должны двигаться ну как обычные люди мечты сбываются к сожалению короче была виновата авиакомпания обвинили его я чуть недавно какой-то фильм мне кажется смотрел похожий ну что осталось немного ты шустрый вообще узнать погоду ладно помыть посуду и в этом гора конечно я готов вот эти кнопки не радуют не тугие быстрое нажатие не приходится задрачить просто нажимал вроде его посуда готова быстро сколько прошло секунд а папочка привет тыковка ну что как день прошел нормально мире мне адрес записали но я все равно буду скучать да я тебя понимаю это для всех большие перемены как только приедем в сент-луис сразу ей напишем так ну все мне надо маме помогать беги переоденься в пижаму а ты меня сегодня спать уложишь ясное дело ты у меня сегодня молодец так что я взяла твоя любимая и десерт не надо был готовен креветочки кстати из грузоперевозок не звонили нет 72 градуса отлично пошутить шутник шутник брутал грузоперевозки от венца к вашим услугам и разумеется мы всегда рады чеевы ну это ты загнул ну если не получу эту новую работу и правда придется на подачке жить помнишь что ты сказал когда меня из налоговой уволить что перед уходом набей сумочку канцелярии ты сказал что от перемен больно только если им противостоять и ты был прав если бы меня тогда не уволили я бы не окончил аспирантуру и не начала бы преподавать да понимаю надо думать о хорошем умираю с голоду зоя уже поела у меня с утра времени не было ты пока ешь а я ее спать уложу погнали на улице еще блять день день сквозь 7 вечера она спать пошла ну-ка давай пижаму наденем ну что как настроение перед завтрашним днем рада что переезжали нет конечно мне приснилось что грузчики пришли за вещами и что они забрали лампу звездочку я никогда не спала в темноте и испугалась а знаешь что мне недавно тоже плохой сон приснился про то что очень хочется забыть и не вспоминать тебе темнота приснилась нет но сны снятся не просто так бывает что они хотят нам что-то сказать как это например бояться можно страх можно побороть когда мы чего-то боимся темноты например воображение рисует жуткую картину а потом восходит солнце и мы понимаем что бояться то было и нечего пока опять не станет темно а давай-ка засыпай ладно люблю тебя до луны и обратно мне страшно хочу к маме а чё чё ты боишься темноты боишься хоть бы грузчики завтра приехали вот не могли написать и подтвердить что будут уже улеглась нет иду солнышко ну 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 подумаешь на улице 7 вечера было ну наконец-то наверное грузчики а там новое сообщение буду скучать под тебе конфеткой пошли выпьем напоследок что еще брюс ну она тебя придумает отмазку он в пустыне назад почему везде темно свет вырубили у нас тут часто перебои это не перебои это шериф постарался дейл следи ага надо отсюда выбираться как выберемся через окно открыть окно посмотреть стол окно открыть дверь а где он так подожди окно через окно а то есть все таки выход 1 я готов нас научили как мыть посуду обалдеть все таки получилось что-нибудь видишь не слишком темно я нас то почти не вижу поищи веревку этих надо связать это слышу проверю заднюю дверь и зои наверху она темноты боится надо наверх пробраться будет смахнуть нажать я готов все равно вас скоро возьмут ты же понимаешь заткнись джойс я серьезно а стоп может лучше рвануть через пустыню молчи а че я даже ни одна ступенька не скрипнула зои это я тыковка это папа джей послушать нам надо сидеть очень тихо тихо это из коридора почему мы прячемся просто я не знаю что еще делать не бойтесь это я это винс я захожу папа я ей ничего не сделал честно да я тоже слышал зои ты как тут пап я больше не хочу тут сидеть а делать нечего сказал не бояться но мне все равно страшно а обнять конечно и мне тоже тыковка все хорошо если хочешь поплачь ибо тени горе грабителя думаете они решат вломиться предупредил они вломятся в любую секунду я не хочу в тюрьму а придется да давай лучше прячься мы выберемся отсюда так быстро что что даже свет включить не успеют хорошо все вместе с мамой и дедушкой конечно мы их здесь не оставим кого-нибудь наверное убьют не плать так этих посадили этих нет девчонку тебя надо вытолкнуть на улицу ну как вы тут слава богу ты ее привел а где холты вроде через заднюю дверь ушли стали пошли надо выбираться отсюда дай мне руки и через главный вход вы блять потом поговорите это кто с пистолетом полицейский они убежали стреляйте мы заложники оставайтесь на месте чем докажешься а пацан где кстати они кинули пацана так так господи только полицейских же не больше шансов не будет не успеем так не высовываться сидеть нахуй вид надо бежать слишком опасно я в этой долбаной дыре помирать отказываюсь блять дед тебя сейчас застрелит дедушка Санчес ранен я знала что это плохая идея нахуй отступить не стрелять повторяю не стрелять я скажу еще одна такая ваша ошибка 30 метров он сказал если бы побежали попали под обстрел я думаю что это правильное решение было Джим слышишь меня ах черт так ладно Винс дедушка ранен? не знаю милая у него блять и так опухоль в мозгу Джим ты как папа ему нужна помощь вызовите скорую вроде ничего страшного может просто его ушиб да не просто у него рак мозга если удар пришелся куда то не туда да уж ну что дед как ты там о господи это все я виноват вот втемяшилась же мне попытаться исправить свои прошлые ошибки ты как в себя приходишь почему ты побежал ты зачем к двери ломанулся не надо было возвращаться я даже счет не оплатил какой еще счет джин ты о чем все все нормально только только минутку посижу пиздец мозги перемешались отчетом врача да прикинь гений ты нахуй тяжело дейл попробуй переградить дверь на второй этаж ну нет молчать теперь ты слушай пригони нам вертолет иначе начну убивать заложников именно и чтобы высадили в мексике мексике то зачем затем ребят на выдаете конечно с простым ограблением не справились вертолет подавая без нотации да или нет попытаюсь а сначала докажите что вам можно верить ребенку я ничего доказывать я понял вы люди практичны и небось там уже с голоду помирай давайте так мы шлем еду вы отпускаете одного заложника я иду выяснять насчет вертолета рука пиццу тащи и не из ларька здешнего а франкас с овощами они реально дети ну что хорошие новости один из вас свободен ребенок ребенок двумя днями ранее акроманта калифорния ты не хочешь спросить у них то брюс буду скучать по тебе конфетка наконец-то грузовая компания отзвонилась завтра утром будут на месте наш последний калифорнийский закат 13 лет назад я только и мечтала уехать из сент-луиса до меня в семье никто не был в колледже мама смотрела на меня с такой гордостью когда я уезжала учиться но знаешь что никогда не думала что буду горда туда вернуться только вещи собирать слишком долго разве есть на свете что-то тяжелее переезда 5 скажу нахуй развод говорят развод это тяжело в общем это наша последняя ночь и мы так давно с тобой не в общем может устроим этому дому прощание кстати тебе там написали что-то про конфетки какие венц ты что в телефон мой залез я думал вы это грузчики пишут и что надо теперь за мной шпионить брюс входящий вызов ну-ка иди узнай личное дело смысле твое личное дело ты даху ела зои проснется спасибо мне тоже нравилось тобой работать ничего вы и без меня прекрасно справитесь и тебе удачи из университета звонили ты же только час назад оттуда что поделать коллеги уже соскучились например брюс например брюс что в этом такого том что это твое личное дело чё зои а ты почему не спишь уснуть не могу почему давай что вы посижу но уже не точно почему почему нам ты спрашиваешь конечно даже когда мы состаримся и ты сама нас будешь спать укладывать ну где-то тетка не похоже на такую тип изменщицу хотя кто на них похож пиногриджо он вообще сидит спокойно то есть ну а этот твой брюс он кто ну он читает лекции по макроэкономике мы вместе писали статью о финансовом кризисе в эквадоре вот собственно и все вот так слушая он он тебе нравится он умный мы хорошо общались как коллеги в университете мало кто дружит все конкуренты умный профессионал на лицо как патрик свэйзи знаю такой тип давай обо всем этом забудем это ведь наш последний вечер здесь впереди несколько долгих дней да давай но посмотрим здесь что то не сходится ты в последнее время задерживалась допоздна ну потому что я же увольняюсь надо оставить о себе хорошее впечатление ты на той неделе сказала что будешь допоздна работы проверять а потом от тебя пахло вином и духами какими-то венц посмотри на меня да у нас тяжелый период целый год уже но я тебе клянусь между мной и брюсом ничего не было пожалуйста поверь мне а ты докажи фотография ну расклянешься я перегнул не знаю что она меня нашла просто ты права в этом году я многое потерял и боюсь потерять еще и тебя понимаю все хорошо иди ко мне а стой стой не надо все нормально да я просто просто устал столько возни с этим переездом лучше поспать завтра весь день и в дороге спокойной ночи я тут вообще не причем причем тут вариант венч отец меня беспокоит черепная мозговая травма это не шутка если еще и опухоль давит на мозг ну как он на просит отправить зои и он прав венц мы видели на что они способны пожалуйста ее надо скорее уводить отсюда девочку девочку старый уже свою прожил сходишь прогуляться я я я не пойду пусть заберут зои я со мной нормально все мне плевать кого но обеих не выпущу обеих двоих а я решить пусть идет зои она и так уже натерпелась ладно выведешь заберешь пиццу и вернешься я за тобой слежу винс я знаю что тебе страшно но ты постарайся быть храбрый хорошо хорошо ну все дочка эй смотри ты потеряла все идите я зовут сова сова а ты знала что совы хорошо видят в темноте спасибо так все они выходят не двигайтесь теперь умрет он в любом случае умрет приготовьте к худшему успокоить нет я этого не допущу потому что знаешь кто я такой правильный ответ супер герой борт механик для нашей семье не умрет я обещаю всех их завален все стоять я шериф ромеро ты так понимаю винс давайте побыстрее давай как то вот так ты представляешь как тебе повезло потусишь настоящими полицейскими как кино обязательно к ним в машину садиться это самое безопасное место а коберн тебя научит включать сирену ну ладно тогда нахер родители ну как это то мама а если ты не вернешься что тогда я всегда буду рядом знаешь какая штука все что ты любишь и так у тебя в сердце всегда с тобой так что я всегда рядом где бы ты ни была правда всегда а побыстрее можно это был хороший вариант я даже я даже не думал давай давай где почему вверх вниз имеет какое-то значение а там типа развилка к одному ко второму я понимаю тебе тяжело винс но есть и хорошая новость какая-то растам скоро будет свой человек забирай и чтобы без глупостей эй салфетки не забудь двусторонний пейджер буду на связи приятного аппетита и как его забрать кутае я готов а все переложил эй а вот и наш курьер долго шел чаевых не будет вы там звук хоть отключили в этом двустороннем пейджер вроде коп а слово сдержал лица эта фигня а вот вертолет я понимаю что ты этого не хотел но ромера готов плясать под твою дудку серьезно надеюсь так оно и есть да я на этот мотель десять лет копила эш только только тут освоился и что теперь как нам здесь дальше жить заново покрасим стены стекла заменим и будет все как новое вот увидишь плевать на стены я про то что здесь случилось это будет вообще популярное место реклама ну дед пизда однозначно как там зои нормально как голова болит но думаю жить буду ну что познакомился там с шерифом можно и так сказать и какой он он что-то задумал он меня пугает умный мужик знает что делает ну ты понимаешь да нет блять не тот вариант я тебе вот что скажу никогда не доверяй копам это я давно усвоил хочешь совет не связывайся я ничего не говорил но данте мой двоюродный брат и вся наша родня с самого начала знала что на посту шерифа ему делать нечего запомнил но тут такая штука деньги считаю джейк а ты чего не ешь не хочу я жду когда все кончится тайлер скорее бы мы победим и все закончится помня об этом и делай что сказано и давай-ка ты поешь что пишут на тебя можно рассчитывать возможно они забрали у меня черный блокнот ты должен его найти пошел ты нахуй своим черным блокноту почему я должен это делать потому что жить хочешь перерой их вещи а если они заметят тебе надо втереться к нему доверие что даже поделитесь у вас же 6 пицц да это все нам а ты отвали вот же ты сволочь у пола сахар пониженный ничего я из автомата что-нибудь возьму нет я же сказал что нет что непонятного что-то тупое сука потребует пиццу прояви уважение к дейлу нахуй эй а давайте будем делать что нам сказано а ничего что мы тут все есть хотим им нужны силы мы поедем когда нас освободят пор ты за нас так волнуешься ну да это был подозрительно уговорить пошутить польстить польстить конечно будем хитрее да я за всех волнуюсь такой уж я человек ясно стремный ты какой-то ты тоже что выпендривается нормально все черт извини идиот вытирай а какая разница ты чё блять твой мотель знаешь в чем твоя проблема вот не можешь ты посидеть на жопе ровно а если бы не рыпался мы бы уже давно свалили я об этом как-то не подумал ты главное не понимаешь не мы такие жизнь такая да нам нужны были деньги но мы нормальные да на все руки мастер джей у нас юный натуралист да я это это дупо и в ближайшее время найду работу и я уже считать девушки нет я вот не знаю на зоне джессика после всего этого изобразить интерес проявить сочувствие подразнить его джессика джессика значит и что небось классная а вот это уже не твое собачье дело это никого не касается и тебя в том числе так что даже имя ее произносить не смей эй да я просто хотел ну что в друзья мне набиваешься не нахер не нужен нахер пошел ладно приятного аппетита короче спицы не вышло да мне больно то и хотелось там нет ну что там с вертолетом будет я договорился сможете пересечь границу между Мехикале и Эль Пасо но прежде чем подать его к подъезду я хочу выяснить почему вы решили грабить именно мой дом выходите сюда поговорить на воздух или вертолета не будет что он мутит это какая-то западня возможно но пока придется ему подыграть ну давай я пойду мне есть что ему сказать ну нет я обещал матери тебя беречь не боись я сегодня буду большой мальчик имей в виду если что плохо будет заложником все будет нормально даю слово эй курьер пошли прогуляемся опять он блять эй скажи данте чтобы уже вытаскивал нас отсюда а можно меня как-то не душить кто ж виноват что у тебя шея толстая я выхожу скаре скорей будешь куда-нибудь на пляж буду жрать тамали пить текилу ага сосать писюн все получится не будем его злить уже скоро главное голову не теряй голову не теряй ты прям как тейлер только вернись пожалуйста угадай кто я думал выйдет твой брат и тут я сюрприз принц не думал что так скоро увидимся да обнадежил раньше вы были обычной шпаной один раз тупая попытка грабежа да так крали по мелочи теперь вон что вот теперь вы действительно к славе пришли я тебе больше скажу урод я тебя в лимонад короче вы забрали то что принадлежит мне я не про деньги мой черный блокнот где хватит придуриваться бам не надо надо его спасти меня не надо убивать если чё ты мне должен на водонапорной башни снайпер по ходу вертолет можно не ждать все хорошо я живой пока ебать сейчас пишет но вообще этот шериф дуркует ебать мне не нравится чё пишут давай давай что у вас там все живы пока что если найдешь блокнот будут жертва даю 30 минут вот пидорас а подожди а был какой-то блокнот пацан какую-то книжку про птицы забрал в сейфе если только лежала не смахнули конец главами да примерно по 50 минут каждая глава идеал готовность не бросать своих чтобы не случилось свойства отсутствие страха перед конфликтами и риском себе навредить стиль игры успешное точное выполнение быстрых действий все на этом типа все основная основы экономики а вон она как назывался приблизить то есть вот она развитие событий либо вверх либо вниз едет то есть вот здесь мы бы могли уйти куда-то вообще далеко-далеко здесь мы прошли тут четыре варианта до четыре варианта ладно давай тогда на этом на сегодня закончим плейлист игры будет в описании подписывайся на канал и на паблик вк делись видео своими друзьями ставь лайки оставляй комментарии до следующей серии друзья всем пока